Для того, чтобы отпраздновать 23 годовщину Хаббла, был сделан завораживающий снимок туманности Конская голова, одного из самых выделяющихся объектов нашего неба, в инфракрасных лучах. Эти наблюдения в инфракрасном диапазоне проникают через толстую пыль, поглощающую свет, и открывают нежные завитки газа, которые придают Конской голове ее знаменитую и такую знакомую нам форму. Привет и добро пожаловать в еще один эпизод Хабблкаста. В это время года у Хаббла день рождения. Некоторые из нас следили за Хабблом с момента появления его концепции, его рождение через его детство и подростковый возраст, чтобы увидеть, как он, наконец, станет создаваемым. настоящим взрослым. Теперь, в его возрасте 23 года, Хаббл стареет, но сейчас он способен на гораздо большее, чем раньше, и каждый год наблюдений приносит нам продвинутую науку и завораживающие астрономические изображения. Одними из самых привлекательных и прекрасных объектов на этих снимках всегда были туманности, самых разных форм и размеров, а у некоторых из них еще и знакомые нам, похожие на что-то формы. Туманности – обширные облака газа и пыли. Существует множество типов туманности, которые могут принимать разнообразные формы и виды. Например, туманность Орел образована сжавшимся облаком межзвездного газа. Она светится благодаря горячим молодым звездам внутри и вокруг нее. Некоторые туманности формируются значительно более драматично. Так, например, как туманность Улитка, результат того, что когда-то звезда солнечного типа сбросила свои внешние слои. Или, например, крабовидная туманность, которая представляет собой останки массивной звезды, взорвавшейся в 1054 году. Конская голова – одна из самых впечатляющих и узнаваемых туманностей на всем небе, благодаря своей четкой форме, по странному стечению обстоятельств, напоминающей голову лошади. Хаббл делал снимки этой туманности в 2001-м, чтобы отпраздновать свои 11 лет наблюдений. И сейчас, 10 лет спустя, она снова участвует в праздновании дня рождения телескопа. Эта пылевая область поднимается из моря газа и пыли, как голова огромного морского конька, представляя собой замечательный пример темной туманности. Холодного темного облака силуэтом на фоне светящегося газа. Но, несмотря на популярность туманности, новый снимок Хаббла буквально показывает ее в новом свете. Этот снимок получен в инфракрасном диапазоне, в котором мы можем проникать через большие скопления пыли, которые обычно поглощают свет от внутренних областей конской головы. В результате получилась такая, выглядящая достаточно хрупкая структура из тонких переплетающихся волокон газа, что очень отличается от того, что видно в визуальном диапазоне электромагнитного спектра. Длина волны инфракрасного света больше, чем увидимого. Мы не можем увидеть этот свет глазами, поэтому для этого у нас есть инфракрасные телескопы и приборы, такие как камера широкого поля 3 телескопа Хаббл. Области неба, которые казались раньше такими обычными, могут внезапно стать совершенно отличными в другой части спектра. Этот замечательный новый взгляд на туманность конской голова стал достойным празднованием невероятных 23 лет работы космического телескопа Хаббл. Это Доктор Джей и я завершаю Хаббл каст и снова природа удивила нас больше, чем самое живое воображение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Now that you've caught up with Hubble, make sure to get the latest from the ground too. The ESOcast highlights the best of the European Southern Observatory and its powerful telescopes that observe from high in the Chilean Andes, at the southern hemisphere's best known sites for astronomical observations. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok